привет ребята на связи с вами серега и в этом занятии точнее начиная с этого занятия мы будем с вами верстать вот такой простенький сайтик это страница подписки однажды ко мне обратился мой друг денис и попросил ему перед переверстать вот такую страницу то есть там получается было очень много лишнего кода то есть там один файл стилей весил 522 килобайта сжатый сделана была на каком-то конструкторой и конструкторе и очень сильно тормозило если туда он начинал нагонять трафик поэтому обратился переделали ну и собственно страничка простая решил выложить урок как я ее делал на своем канале и так в первую очередь чтобы начать работу как обычно скачивайте к себе архивчик стат light на компьютер ссылочка в описании также там будет ссылочка на архивчик графикс lp это картинки к этому сайту ссылка в описании скачивайте точно также ссылочку вот на этот сайт оригинал который мы сделаем вы сможете найти в описании под этим видео то есть это прямо ссылка на подписную страницу дениса и здесь принципе вы даже можете если кому то интересно как сделать рекламу в яндекс директ потому что денис честно говорю отличный профессионал то можете также подписаться и забрать вот эту бесплатную книжицу то есть ничего в общем если захотите то забирайте так теперь скачиваете архивчик стат light давайте я его распакую в текущую папочку давайте сразу же мы его как-нибудь обзовем чтобы не стат лайт а например лп лендинг пейдж так и открываем этот архивчик так точнее папочку открываем архивчик графикс lp и сюда про прямо все что есть копируем в нашу папку файлы все заменяем то есть тут получается иконки дениса будут стоять и все остальное поэтому просто поверх все заливается то есть нужные файлы заменятся так отлично это все есть теперь я открываю наш архивчик точнее наш проект сайта в так моем редакторе брекет здесь что нам необходимо давайте для начала мы удалим код который отвечает за мой логотип он здесь не нужен в принципе и также удали вот этот div класс main тоже не нужен так еще один момент я здесь немножко сокращу код я все время хочу это сделать но постоянно забываю так уберу лишние отступы так вот и здесь сделаю то же самое так и так все отлично так дальше перед тем как начать работу давайте мы сначала вот сейчас будет большой урок мы просто продумаем структуру сайта заведем ее а уже следующем уроке будем делать по очереди каждый блок этого сайта итак поехали первым идет у нас шапочка но обратите внимание что по умолчанию фон нашего сайта он растягивается на всю ширину окна браузера а вот контент он как раз таки идет по центру так давайте я другой инструмент возьму видите да то есть вот фон идет вот контент поэтому мы будем фон задавать основным блоком контент будем выравнивать при помощи блока мид и первый блок у нас получается будет шапочка поэтому здесь я завожу блок хэдер с классом хэр мы не будем подсматривать какие классы я использовал в оригинале возможно не будут как-то отличаться поэтому суть думаю не очень страшная то есть если мы там немножко стилями будем отличаться нам главное сделать сайт похожий на этот дальше получается у нас идет блок head дальше у нас идет блок мид который будет выравнивать контент и смотрите еще один момент здесь сначала это будет неясно но если вы откроете папочки имиджи с картиночку с ноутбуком она будет такая светленькая вся поэтому здесь дополнительно давайте я нажму контур shift или давайте просто отменю дополнительно мы вот этот класс хедер мы берем еще одним блоком который называется ну давайте dark bg dbg вот так то есть он будет затемнять нашу картинку там просто полупрозрачный фон синеватым оттенком и получается картинка будет уже ну не яркая вот такая темненькая синими тонами дальше у нас идет заголовок и описание давайте мы сразу же его и заведем так заголовок будет уровня h1 с классом давайте head h1 чтобы было понятно в стилях и дальше идет 22 страницы с пояснениями в pdf так давайте плюс п и . head desk так desk отлично затем у нас идет кнопочка поэтому давайте мы заведем тип с классом например пей так эта кнопка будет повторяться много где поэтому мы не будем ее привязывать к классу х это просто напишем play и внутри этого play мы разместим ссылочку с классом пей так а например или link можете ну как угодно назовите эти классы не суть важно затем под этой кнопкой у нас в шапке идет описание еще одну поэтому плюс точка точнее п с классом ну давайте класс придумаем какой-нибудь head и мин давайте тут маленький текст поэтому назовем мин дальше добавляем еще последний это получается последний как типа как не знаю пилок да давайте просто напишем p с классом head post все так шапочка структура шапки у нас готова теперь давайте я просто буду скопить копировать и туда все вы же еще раз напоминаю что ссылочка на этот сайт идет в описании под этим видео можете ее переходить копировать сюда текст чтобы не тратить время на ручной вот так вставляем давайте я даже знаете буду делать дополнительные отступы чтобы у нас все вмещалось желательно в одну ширину экранчика так здесь мы тоже вставляем здесь напишем решетка так и забрать бесплатно блин не вы так поэтому я просто напишу забрать бесплатно отлично дальше у нас идет такой маленький так текст потом получаете вот этот текст и мы можем переходить к новому так новой секции нашего сайта и так следующий момент у нас получается идет новая секция и в принципе мы вот эти все три секции тут у нас будет получается вот 1 секция 2 секция и 3 секции мы можем вот я так думаю воспринимать как обычный контент поэтому давайте мы заведем так эти кол так и и внутри него уже будем заводить секции так эти кол с классом соответственно мид давайте . мид добавим класс сюда и внутри будет идти у нас еще секция так секция директ то есть реклама яндекс директ давайте мы и так и назовем секшен . директ так потом внутренние у нас будет идти опять заголовок ну давайте здесь уже сделаем заголовок уровня h2 пускай будет так напишем директ h2 дальше у нас идет текст с описанием плюс п и опять-таки . директ и ну здесь что деск давайте как обычно описание у нас идет и после этого идет картинка обычная плюс и м же так с классом директ и м же возможно нам какие-то классы потом не понадобится мы все что просто-напросто удалим и так жмем тап и теперь наполняем эту секцию она у нас коротенькая так контекстная реклама яндекс директ пишем и здесь так стоп не скопировал да что ж такое control си вставляем нет какой-то глюк ребята нажимаю копировать он не копирует копировать ставить вот и обратите внимание у нас здесь идет первая буква она красная поэтому давайте мы ее выделим я нажму здесь control shift и и напишу тэкспан так и мы ему добавим класс red то есть где он будет использоваться мы везде будем будет использоваться красная буква на просто дальше по дизайну идет мы везде будем пользоваться вот именно этим самым с планом с классом red дальше описание я его копирую надеюсь сейчас будут сокращение клавиш работать так потому что да работает отлично вставляем ну и здесь получается картинка и мэйджис и если честно по моему эта картинка директ джиппг давайте мы на всякий случай откроем и проверим ее так так вот да вот эта картинка пускай надеть здесь остается ну и alt давайте скриншот скриншот рекламы все яндекс точка директ отлично дальше следующая секция у нас идет секс он и здесь обратите внимание если мы внимательно посмотрим то вот эти секции одни по структуре очень похожи еще один момент забыл вклипать сюда кнопку поэтому давайте мы скопируем вот этот див так и в конце нашей секции здесь у нас не будет идти никакого обтекания мы просто тогда перед закрытием этой секции его и разместим так либо если что можно размещать вот тут это уже сами смотрите как вам удобно но так как это у нас структурно-семантические теги я лучше размещу внутри и соответственно название кнопки забрать прямо сейчас меняю прямо сейчас отлично так теперь у нас идет следующая секция так получается кому будет полезен этот файл давайте назовем ее польза так класс зададим ей польза дальше внутри этой секции у нас будет идти заголовок ну давайте h2 не надо много раз использовать здесь уже пускай будет h3 и заголовок h3 с классом польза так так h3 дальше у нас идет как обычно описание добавляем п так с классом кому ну давайте польза desk так desk отлично и и затем у нас будет идти блок которым будет идти еще три вот таких блока поэтому здесь в принципе давайте мы нажмем tab чтобы не путаться а вот здесь заведем новый класс например точка польза так ну даже не знаю что мы здесь зададим ну давайте покуда польза и и clearfix так просто clearfix давайте clearfix и внутри него будут идти три блока так это получается класс польза блок так блок отлично и здесь у нас будет идти еще внутри каждого вот этого блока поэтому мы умножаем на 3 их 3 штуки у нас будет идти следующее картинка давайте напишем так так с классом польза и мж внутри потом около этой картинки идет получается тег ну давайте h4 тег разместим с классом польза h4 и внутри точнее потом идет у нас класс p так точнее тег p абзац с классом польза ну какой давайте p таки напишем будет думаю понятно так все жмем tab получаем вот такую структуру и теперь нам необходимо это все дело с вами дооформить так для начала давайте мы вернемся назад и здесь ребята смотрите вот эту штуку я скопирую у нас же будет еще один блок идти так я это копирую опять-таки здесь я это все отменю и забыл это сделать так вот так вот h3 польза так плюс и давайте тут в скобочках мы вставим вот эту штуку все так должно теперь сработать так или даже можно без скобочек вот так вот жмем tab смотрим так h3 h3 потом дефис классом clearfix да в принципе нормально работает поэтому я это все дело отменяю копирую вот это все и вставляю чуточку пониже почему мы это сделали потому что у нас идет ниже идентичный блок что вы получите когда заберете то есть там просто поменяем класс а структура остается той же самой но покуда мы это вставляем без внимания и теперь занимаемся блоком польза так кому будет полезен данный файл скопируем скопируем ставим сюда так кому стоит прочитать pdf файл скопируем и ставим сюда так дальше у нас получается идут картинки мы им везде пропишем сразу путь так images slash и здесь идет польза ну .png получается png и тут соответственно вставим просто номера 1 2 и 3 так следующий момент это название давайте бизнесменом так сразу же я дублирую название сюда и в заголовок сюда затем специалистов по рекламе опять-таки вставляю сюда и дублирую сюда и арбитражником копирую так вставляю вот сюда и вот сюда все так ну и теперь осталось заполнить все текстом абзацы наши так мы копируем вставляем их вот сюда так дальше поэтому копируем и вставляем вот сюда ну и тут опять-таки копируем и вставляем уже пониже так все блок польза у нас в принципе готов теперь давайте разберемся с блоком который будет ну как мы его назовем давайте резалт назовем результат так польза польза так я просто вот сделаю множественное выделение зажав клавишу control в своем редакторе и выделяю все слова польза и мы их поменяем просто на результат за вот так так дальше тут у нас получается описание в этом блоке нету поэтому вот этот п резалт диск я просто-напросто удаляем так и у нас получается уже готовый код вот так вот жмута и в итоге видим что у нас вышло так теперь нам осталось только его наполнить опять таки и мы сейчас это в принципе можно было сделать и в самом коде до нажатия клавиши tab если кто не знает как это работает это плагин и вид так пишем резалт и тут вставляем наши иконочки то есть сначала png пропишем а теперь давайте поставим 1 2 и 3 все отлично двигаемся дальше теперь наполняем что вы получите когда заберете отсчет вставляем его сюда затем получается 20 советов так вставляем сюда вставляем вот сюда затем 22 страницы текста ну в принципе можем даже уже давайте по порядку идти вот так вот чтобы назад не возвращаться затем 22 страницы текста так сюда и сюда копируем все это дело и вставляем тут и 4600 слов так опять таки вставляем сюда сюда и копируем это дело так все блок получается польза у нас готов теперь надо ставить еще кнопочку хочу забрать вставлять где-то мы ее уже раньше с вами вставляли так ну вот вот забрать бесплатно давайте мы отсюда ее и свистнем так 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 а вот она еще здесь есть и вставим там где у нас закрывается блок клей клей арфикс так где где нас вот клей арфикс идет блок так и заставим перед его закрытием ну то есть чтобы наша ссылка не участвовала в блоках которые будут со флот лифт идти так очистка аптека не получается и кнопочку перед новым хочу забрать так так хочу забрать отлично так теперь получается у нас здесь должен идти таймер но сразу предупреждаю что таймер здесь он вставлен при помощи какого-то специального сервиса таймеров то есть в задачи мне не стояло здесь поставить таймер была только задача сделать вот этот сам блок а вместо таймера ну написать текст таймеры все поэтому здесь мы его тоже не будем делать еще раз напоминаю использовался какой-то специальный сервис таймеров какой точно не знаю так поэтому следующая секция давайте мы ну тут даже возможно тоже к статье как бы и не относится поэтому мы можем здесь сделать новую секцию секс он так ну давайте тайм напишем покороче так внутри у нас будет идти блок ну как бы должен быть мид но тут если вы видите блок он немного минифицирован то есть сделан меньше чем основной контент поэтому мы здесь напишем . давайте мин мид мин давайте так вот так вот так вот пускай будет дальше у нас идет картинка так поэтому здесь мы пишем так и мж . тайм и мж затем у нас идет заголовок так ну давайте аж 4 разместим . так тайм аж 4 под заголовком идет текст так п с классом и дальше у нас идет сам таймер поэтому здесь ну просто сделаем див так тайм или просто таймер то есть ну тут тайм таймер давайте так или каунт задолбал я нас переименовывать да так ну и в конце идет у нас еще один абзац с классом так но здесь маленький текст видите да поэтому давайте п time так давайте опять мин поставим так отлично жмем так получаем вот такую штуку здесь прописывают сразу и мэджис бокс png так пишем обложка книги например так дальше 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 вот здесь видите идет красная буква я не забываем что у нас я для 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 подсветки такой букву мы используем спарс классом red поэтому контур шейтой спан и класс равняется все далее двигаемся здесь pdf файл на 22 страницах так здесь просто напишем таймер так сюда всегда вставляем таймер так но от здесь соответственно мы пишем вот так вот но тут контур получается 270 рублей здесь получается специальный таймер если он истекает то потом здесь появляется кнопочка купить увидите у меня тут что-то какой-то глюк не работает что-то ну таймеры должен быть у меня уже истечен как бы я по этой странице вазу раньше и тут должно стоять кнопочка купить так ну это специально для повышения конверсии сделано чтобы быстрее реагировали забирали книгу бесплатно ну здесь получается мы пишем контур шифт а здесь пишем тег с это подчеркивание ну и это получается слово бесплатно давайте мы выделим в тег можно стронг можно б смотрите сами все этот этап у нас закончен теперь нам необходимо сделать отзыв точнее страницу с отзывами это уже следующая секция давайте мы так секция отзыв так как бы ревью да давайте риф напишем класс потом опять таки здесь жмем . mit выравниваем наш контент по центру дальше у нас идет заголовок уровня h3 с классом риф h3 так и под ним идет получается ну опять таки обычный абзац с классом рэп дэск пускай будет так так правильно я написал или вот так по моему короче не помню я description как это слово пишется так ладно дальше у нас идет получается блок clear fix давайте плюс . clear fix почему clear fix потому что здесь у нас будут блоки идти с обтеканием и он должен задавать очистку этого самого обтекания так ну и дальше получается ну давайте здесь нажмем tab и разместим внутри блока clear fix следующие отзывы так получается что у нас идет давайте . ref блок то есть это будет у нас каждый отдельный блок это отзыв внутри этого блока получается да идет статья это сам отзыв и подвал это фотография и имя поэтому здесь мы пишем так так этикал так этикал точка какой ну давайте я не знаю текст пускай будет текст текст так перед ним давайте мы вставим футер то что блок футер идет перед блоком этикал ничего страшного то есть такое на практике часто встречается когда подвал выше а потом может даже и шапка идти поэтому здесь особо не переживайте так ну давайте фут напишем так и внутри вот этого блока тут поставим плюсик у нас идет получается картинка и мэйч и мж таки давайте сразу же здесь пропишем ссылочки на нашу картинку и мэйджис так слэш и получается это картинки клиент от 1 до 4 поэтому здесь мы пишем клиент так потом знак бакса точка и джпг вот так вот здесь умножаем на 4 у нас таких 4 блока будет помним так и смотрим футер рефуд так и мэйджис клиент шпг так в принципе здесь нормально и добавляем также еще п так реф и ней ну то есть тут будет получается идти имя наших отзывов так жмем таб и смотрим в принципе наверное даже нормально ну короче практика покажет теперь копируем сам текст так вставляем сюда вставляем вот сюда а ребят совсем забыл у нас же все еще здесь идет тоже затемнение вот этого самого на бут ноутбука поэтому контур шифт и нажимаю ставлю див с классом по-моему там был дпг дарт так класс дпг так все вот теперь отлично дальше идем первый блок это у нас первый отзыв я его сразу копирую вставляю текст вот сюда вот сюда копирую имя вставляю его и вальд и вставляю вот сюда отлично так затем идет вторая фотка так второй отзыв опять таки сюда сюда ну и сам абзац мы копируем и вставляем вот сюда так минуточку я попутал так control x вставляем сюда и сюда пропустил нечаянно но думаю ничего страшного так следующий у нас идет так новый блок это третий поэтому я копирую вставляю это дело сюда так и тут тоже копирую и вставляю вот сюда и вот сюда ну и последний отзыв так вот так вот и опять таки сюда и сюда все отлично так теперь 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 блок colorfix заканчивается здесь и сюда соответственно мы с вами вставляем кнопочку нашу купить ой скачать бесплатно это будет кнопка которая будет вести на наш так вот она вот она на попап в котором будут подписки так вставляем сюда ну и соответственно переименовываем хочу узнать первым все двигаемся дальше так эта секция у нас закончилась с отзывами следующая секция ну здесь уже идет об авторе информация ее можно взять в тег сайт вместе вот с этим тоже к теме не относится поэтому мы заведем тега сайт ну и давайте класс ми то есть обо мне типа так внутри этого ми у нас будет идти так фото дениса и мж так с классом ми и мж так кстати пока не забыл добавляем точка мид так и возможно здесь еще будут у нас идти обтекание видите то есть как бы картинка слева и это обтекание вот здесь контента не хватит на всю длину картинки и это обтекание может задевать и блок ниже поэтому мы сюда к классу мид добавим еще класс клеерфикс вот так вот дальше здесь плюс h3 так с классом ми h3 так 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 и два абзаца плюс п с классом ми п умноженное на 2 все и потом идет еще кнопочка ну кнопочку мы скопируем и вставим а здесь получается давайте сразу скопируем ставим так ну даже не знаю а ну в принципе нормально вставляем сюда так и тут хочу познакомиться так здесь что у нас идет имя так абзац 1 и абзац 2 так дальше сама картинка так сюда вальд мы засовываем описание и и сама картинка аутро пмг давайте мы имейджис так аутро точнее жпг все в принципе это готово так следующий блок ну что здесь тоже можно в принципе сайт взять давайте мы еще один сайт заведем тег и здесь ну еще про дениса назовем давайте мол точнее больше информации да так в итоге внутри у нас опять таки будет идти блок мид с классом clear fix так потом ну честно говоря даже не знаю здесь получается будет идти видео с обтеканием слева да точнее справа с левым обтеканием поэтому давайте мы здесь заведем мол так left внутри которого у нас будет идти тег видресс точнее дик с классом видресс но потом просто внутри засунем код этого ролика ну и здесь плюс точка мо райд так внутри которого у нас будет идти так h4 давайте сюда заведем с классом h4 так и кнопочка соответственно мы ее потом ставим просто напросто вот так вот и сюда вставляем эту кнопку все так и конечно же наполняем ну ролик мы потом с вами вставим потому что он там будет растягиваться на всю ширину экрана вот с этим классом он у меня уже прописан в стилях поэтому ролик мы ставим уже потом когда перейдем к этому блоку поэтому наполним только вот здесь взад так и двигаемся дальше так последний это подвальчик поэтому мы так и напишем footer .foot так и внутри него опять таки класс mid с классом clear fix потому что будем прижимать к левому и правому так и внутри .foot left так плюс foot так right так здесь получается в левой стороне у нас с вами будет что 2 абзаца давайте p.foot p умножим на 2 так а здесь ну тут в принципе можно 2 абзаца можно просто бр перенести это уже сами смотрите а foot right мы разместим просто p с классом так link давайте так потому что тут мы наверно будем хотя нет не надо ничего выравнивать давайте тоже напишем так и плюс а и внутри него у нас будет идти ссылочка а давайте пока решетку поставим потом поменяем то есть здесь тоже будет идти попав но уже другой поэтому мы тут будем все это дело менять так жмем тап получаем структуру подвальчика и соответственно копируем так вставляем вставляем так ну и название ссылочки копируем и вставляем так давайте вот так все сохраняемся включаю живой просмотр и смотрим что мы тут с вами наваяли если где-то что-то я вдруг забыл вот здесь сделать то в ходе дальнейших занятий когда мы будем уже обрисовывать этот дизайн мы это подправим но я сейчас смотрю только для того чтобы увидеть что все нормально просматривается ну и видите блок дивресс у нас все равно растягивается на весь экранчик поэтому давайте таки быть ставим сюда так код то есть открываете короче запускаете ролик здесь видите кнопочка youtube переходите получается на ролик с youtube жмете кнопочку поделиться html код копируем его все что здесь есть и вставляем получается сюда так куда я забыл а вот вот сюда вставляем наш фрейм все сохраняемся и теперь давайте мы вернемся назад видите вот наше адаптивное видео оно уже адаптивно можете поменьшать экранчик но с картинками мы будем разбираться уже потом так ребята на этом первая часть закончена спасибо что досмотрели до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал на связи с вами был Серега с по рябь с львы львы Субтитры подогнал «Симон»